Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и это 53 выпуск информационной программы новости Apple. Итак, поехали! Партнер выпуска – сеть магазинов официальной техники Apple iStudio. Уровень распространения мобильной платформы iOS 8 продолжает неспешно увеличиваться и в четверг добрался до отметки в 60%. На втором месте располагается iOS 7 с 35%, а еще более старые версии в сумме набирают 5%. Apple планирует поднять рублевые цены на программное обеспечение в магазинах приложений App Store и Mac App Store. Как стало известно, в российских онлайн-киосках программное обеспечение будет стоить на треть дороже. Ценные бумаги самой дорогой в мире компании Apple 25 ноября подорожали на 0,7% до 119,39 долларов за акцию. В результате капитализация производителя iPhone и iPad перевисела рубеж 700 миллиардов долларов. За год она выросла больше, чем на 60%. Журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг лучших изобретений. В этом году в список таковых попали Apple Watch – умные часы, представленные в сентябре этого года. По мнению издания, смарт-изобретение Apple прекрасно сочетает в себе функции носимого компьютера и удобного устройства с привлекательным дизайном и широкой функциональностью. Apple предложила пользователям iPhone и iPad поддержать борьбу со спидом, обещав перечислить прибыль от платных загрузок приложений в благодарительный фонд. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Apple выпустила новую версию музыкального приложения GarageBand с уникальной коллекцией звуков. Обновление приурочено к запуску кампании ко Всемирному дню борьбы со спидом 2014. Авторизированные разработчики, зарегистрированные в программах iPhone Developer Standard и Enterprise, получили от Apple официальное уведомление о том, что в период с 22 по 29 декабря 2014 года сайт iTunes Connect прекратит работу. Портал используется для размещения приложений в каталоге App Store. А на этом 53 выпуск информационной программы новости Apple подошел к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok